То, что на посадку заходит самолет с леопардом на борту, видно издалека. Хищник прибыл в Сочи не простым рейсом, а полосатым. Специально к Международному дню тигра Boeing 747 получил необычную раскраску. На носу самолета красуется изображение головы амурского тигра. Российские художники создавали этот проект специальными аэродинамическими красками, которые влияют, не влияют ни на какие аэродинамические возможности самолет, потому что все знают, что на самой части воздушного судна находится локация. В истории гражданской авиации такой самолет впервые с таким аэродинамическим эффектом. Я хочу сказать, что в будущем, конечно, не только будет фюзеляж украшен, но и внутренние части воздушного судна тоже будут дополнены тигровыми раскрасками. Выгрузка такого необычного багажа для сотрудников аэропорта – целая спецоперация. Ящик с хищника внутри несколько раз тщательно проверили, ведь леопард перенес долгий путь из французского парка кошек в Сочи без применения снотворных и успокоительных. Далее путь Симбада лежит в Сочинский национальный парк. Там хищник станет участником программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. Первая реакция была у леопарда адекватная. Он оскалился, среагировал на шум, то есть пока все в порядке. Мы год его будем готовить, прерывать ему навыки охоты, самостоятельной жизни. И когда он сдаст выпускной экзамен на отлично, только тогда мы его будем выпускать в природу. К слову, Симбад прибыл на курорт по программе обмена леопардами. В ответ Сочинский национальный парк передаст в Париж самца по кличке Гром. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.